Айжан Нурмагомбетова 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 Я говорила, легко взять хит и спеть его Тот хит, который пели твои папы, мамы, бабушки Это было и после нас будет А ты найди свою песню и сделай так, чтобы ее запели Вот это, как-то одна российская певица сказала Что если ты раз в пять лет хотя бы один хит не выпускаешь Значит ты зря Ну, значит, или не по тому пути идешь Или ты зря находишься Ну, вот я так села И подумала А какие же это могут быть песни Хотя бы раз Так, первым делом приходит в голову Вот он не спеши ссориться Которую крутили на всех базарах Она у меня вот здесь Это песня, которую ненавидел мой сын Вот, потом вот могу сказать Менди пойла Вот, который вот сейчас второе рождение Да, мне нравится, что помнят мои песни Есть можно посмотреть клипы Увидеть клип, увидеть все, что угодно Картинки Но не помнить песню Вот это же А когда ты помнишь песню Даже без клипа Когда ты ее поешь, когда знают слова И это слова не кого-то Не там Вася Пупкин написал А великий Мухахалим Акатаев И там действительно Цена этих слов, она высока А почему вы не снимаете клипы? Если завтра скажут, что отменят слово ротация Я вот завтра сниму Потому что мне не нравится слово ротация Не потому, что я этого не люблю Я понимаю, что рынок сейчас Но мне обидно, когда ты Из 30 лет, почти 35 лет творческой деятельности Из них 20 почти отдал Обслуживая население своей страны Других Из-за рубежа ближнего и так далее Причем работая не за деньги А за оклад какой-то Из этого оклада Когда тебе платили Комсомольские вносы Пенсионы Такой-то, такой-то Налоги И ты получал копейки Но ты был счастлив Вдохнуть запах Этой сцены Ощущать музыкантов И причем все это живьем Когда у тебя иногда стояли 4 пацана Которые нот не знали А когда сзади тебя биг-бенд стоял Когда ты кайфовал и купался в музыке Вот это, когда ты берешь микрофон Не радиомикрофон Вот видишь вот эти шнуры Вот с такими шнурами И нужно было уметь танцевать, петь, выкручиваться И когда Тесла казалась верхом совершенства Когда аппаратура Это Теслу получаем Мы же через это все прошли Но я прошла школу, работала горжусь Такими великими, великолепными музыкантами Это Исидула Батереков Кенец Дусикеев Это Виктор Николаев Это Саша Парфенов Который сейчас у Лунстрема Это, я не знаю Это Яков Николаевич Хан Это Фархад Итахир Ибрагимов Это, ну, Володя Капанин Миша Джураев Это, знаете, это все эти великие Валерий Банов Эдуард Саршаев Костя Добровольский Это такие музыканты Рядом с которыми, знаешь И когда Эдуард Богушевский У которого похвала его Если ты что-то сделал Если у него вот его голубые глазки Вот так, искорки появлялись Значит, ты все классно сделала Почему очень трудно на эстраде? Потому что хочется и денежку заработать А денежка это, значит, коммерческая музыка Это, значит, попса, да? Ну, у нас вся эстрада сейчас коммерческая получается Да, но есть в попсе Вот, знаешь, вот я всегда говорила Высокое искусство балансировать Как вот идешь по лезвию бритвы или ножа Чтобы та музыка, которая тебе должна принести деньги Попса, которая нравится Самой неискушенной публике Ну, которая, может быть, не знает классики там чего-то Но ей это нравится Вот как электричка, да, скажем И вот с этой стороны стоят великие музыканты Великолепные, да? Которые смотрят на тебя, включил там телевизор и скажут Ой, там типа Вот как найти ту грань, чтобы и перед ними стыдно не было И здесь деньги заработать Вот это и есть А кто нашел эту грань? А это зависит от... Из казахстанских певцов Из казахстанских исполнителей Ну, будет нескромно, если скажу, что я всю жизнь этого стремилась К этому и этого добивалась И мне кажется, что я иногда нахожу Но, тем не менее, вы сами сказали, что вы столько лет обслуживали, да? Страну Нам всегда говорили Вы работали 12 лет в Гульдер Вы объездили, наверное, самые, я не знаю Там, где и не ступало много человек Самые отдаленные ауны Зимой или летом, когда в тулупах и в шубах сидят Когда ты не ходишь на сын, пар идет из-за рта Сейчас вас нет на правительственных концертах Ну, а почему кто-то сказал, что вот это что? Это самая высокая оценка быть на правительственной сцене Но это востребованность государства Алла Пугачева не была на правительственных концертах очень долго Но ваша коллега Роза Куанышевна выступает практически на каждом правительственном концерте Роза Куанышевна, или, как я говорю, и Роза Рынбаева Это бренд Казахстана И я всегда говорила А вот за что вы уважаете Розу Рынбаеву, да? А я говорила Потому что она первая пионерка Потому что она одна из единственных артистов, эстрадных, да, исполнителей Который завоевал награды не у себя здесь, на наших конкурсах А вот за, за границей Пусть это Польша, Болгария, Москва, понимаете? Это не у себя в деревне Но вам не обидно, что Розу Куанышевну приглашают, а вас не приглашают? Да вы что, нет Мне приятно Ну, хотелось бы быть тоже на этих правительственных концертах Тогда нужно формат там, что-то там Не, ну неужели вы не подходите под формат? Вы же подходили под формат, когда вы ездили в предвыборном поезде Да, там сразу по-другому Во всему Казахстану Ну, я считаю, что это не от этого зависит А от чего зависит? Ну, не знаю Ну, почему у вас так мало Ну, может быть, придет время Ну, почему, когда придет время? Время-то идет? Я, конечно, в этом году на Новый год не была, но в прошлом была На Новый год, да Вот так вот Я как-то так Наверное, это зависит не от артистов, а от тех людей, кто собирает программу Наверное, это зависит от того, кому ты нравишься, кому ты не нравишься Или ты не нравишься кому-то, кто просит, кому-то звонит и говорит, какие-то там не было Может быть, это так, откуда я знаю Ведь, например, фестиваль «Алмата моя первая любовь», который с 2000 года идет Я там появилась последние 2-3 года А потом был юбилейный, повтор, лучший из того, что есть И когда вот, мне было смешно, когда у меня, я вышла всего с двумя номерами Это была первая Лайза Миннелли, Кабаре из фильма И когда Арман Карабаев поставил мне цель и сказал, будешь Глен Клоус, будешь эту стерву из 101 Далматинец И вот когда они из этих двух номеров не знали, какой выбрать, какой из них лучше А их всего два То есть вы считаете, что есть люди, которые вычеркивают вашу фамилию из списков? Так было, так есть и так будет Так было и в молодости Было такое, что меня снимали с концертов А за что? Разные причины Я, например, могу сказать, что была одна певица, которая, ну не буду говорить Не, ну уж скажите, раз уж начали Была одна певица, которая, вот если вот как-то, как-то мы только с ней начинали как-то ругаться Она пела со мной там в дуэте И почему-то она, как только мы, ну что-то не поладим, она говорила, я тебя уволю Я тебя уволю Ну то есть потому что, ну значит она имела на это То есть возможности, да? Значит она возможности, да Но я ей на это ответила Пока я с тобой пою, ты не уйдешь Так и получилось То есть вот пока я сама не ушла Вот этот дуэт сохранялся, а потом он исчез А какие у вас отношения с Нагимой и с Калиевой? Вы знаете, почему не знаю? Часто ко мне подходит, я один раз сижу в машине И стоит группка молодых людей И один из них отделяется и идет ко мне Но я не вставала, я сидела в машине, дверь была открыта И в то время у меня были такие вот кудри и такие вот химические И цвет волос приблизительно, как он Нагимой Подходит пою, не отделяется и говорит Извините, пожалуйста, вы не Нагима и с Калиевой? Я говорю, нет, а что он говорит? А я поспорила, говорит, что я поспорила, что вы Нагима и с Калиевой И на что он говорит? На коньяк, я говорю, ну ты проиграл Ну по-разному там все И я замечаю иногда по телевизору, когда показывают лицо, что мы с ней похожи У меня есть одна фотография, где мы с ней стоим вот так И смеемся, вот как будто она просто сестра чуть покрупнее, чуть постарше А как будто, ну хотя даже одинаково А я стою просто рядом с ней поменьше там и все, похожи Потом, я помню, у меня была ситуация, когда я стала блондинкой Ну нужно было в департамент культуры в Акимат, чтобы в бухгалтерию зайти И когда я вошла в здание, и в это время открывается лифт, и выходит мужчина И говорит, ой, здравствуйте, а где ваша скрипка? И думаю, да, где меня сейчас кипает Ну смотрите, Нагима Искалиева, Айжан Румагамбетова, Роза Румагаева, Махпал Женусова, да? То есть вы для меня звезды одного поколения Да Но не все, то есть Нагиму Искалиеву я сейчас тоже не вижу на концертах Я не вижу ее клипов, я не вижу ее песен, не слышу по радио, да? То же самое происходит с Махпал Женусовой, то же самое происходит и с вами, да? Только Роза Румагаева продолжает работать, снимать клипы, выпускать их, платить за ротацию То есть выступать на правительственных концертах, почему так сложилось? Ну я не думаю, что прямо вот именно то, что снимаешь клипы, платишь и их прокручиваешь там, что это и есть работа Для меня, например, концертная работа, это работа тоже Поиск новых песен, там чего-то А сейчас я немножко даже уставшая, я просто чуть-чуть отдыхаю Во-первых, сейчас болею, да? Вот это бронхит, еще аллергия на антибиотики Не знаешь, чем меня лечить Я немножко, наверное, отдыхаю, знаешь почему? Потому что вот не в последнем, а в крайнем концерте, то есть который концерт был в 2010 году Там прозвучало 29 песен, из них 19 новых И это, эти песни, они не раскручивают Эти песни, вот я еще раз сказал, то что начала журналистка говорить, что Песни не с самым дешевым смыслом и там с чем-то, потому что эти песни, я как-то, я работала с поэтами Я хотела, там только три признания сцены Вот, Сахна Милингомерем, сцена, это моя жизнь Айна Лайн Сахна, это вообще такая балладного, такой в балладном стиле песня Мое признание сцены, потому что вот в жизни за эти столько лет Было столько такого в жизни Когда, когда тебя покидают силы, ты можешь повернуться и захотеть уйти из этой жизни И могу сказать, что именно сцена, наверное, где-то оставляла Вот оставляла в этой жизни, когда ты понимал И иногда казалось, вот мне иногда кажется, вот я ловила себя на том Что вот эта жизнь, которую вот я там, что-то надела, что-то пошла там Что-то не жизнь, а вот туда идешь, а вот там эта жизнь Вот для меня очень долго было так Потом именно на сцене я ощущаю себя женщиной Потому что мало того, что я в жизни ношу мужское имя Я же не Айжан, я об этом уже говорила Я Айт-Жан, Айт-Жан, это мужское имя Айжан, это моя сестренка Вот, Айжан, Айжан А так, наверное, это имя мужское, оно все равно накладывает какой-то отпечаток И я, несмотря, что по знаку зодиака Мне сказали, не говори рак, говори ракиня Я мягкая такая, та, которая вот как бампер все углы Там старается, чтобы никто не поссорился Я как-то с мужчинами в жизни, они мои друзья и у меня мужской характер Если я сказала да, то умру, но это выполню И того же, наверное, требую и от мужчин Так что некоторые мужчины боятся мне что-нибудь пообещать Потому что я считаю, что если я женщина иногда выполняю то, что я говорю То от мужчин требую того же Но на сцене, и в жизни я с мужчинами вот разговариваю Да, да, привет, привет, пока-пока, да, все вот так У меня нет такого вот, ой, вот Я как-то вот, я не думаю, я, наверное, не женщина Я не умею кокетчить, я не умею вот так вот Но когда я выхожу на сцену, я беру микрофон и все И я заигрываю, и вот И там кто-то сидит там вот, мне терпеть не может Мне нужно сделать так, чтобы он вот так вот Уходил когда, он думал о том, что он сейчас Мой телефон найдет, позвонит, и я к нему приеду Ну вот-вот, я женщина как-то вот так на сцене А какие мужчины вам нравятся, скажите? Ну, это те слова, которые Я помню, сын у меня как-то бегал там по поликлинике И две девочки бегают Одна с голубыми глазами, одна эта Он говорит, купи такую сестренку Я говорю, почему? Потому что с голубыми глазами На что мой муж сказал, говорит, где же мы ее тебе возьмем? Ну, так на девочку они разорились Ну, я как-то один раз сказала Примужу, говорю, ой, как мне нравится Голубоглазый, и все Он говорит, ну да, конечно, все Ну, разное, но я всегда говорила о том, что Хорошо, давайте так Мне нравятся красивые женщины и красивые мужчины Вот, кто-то может не понять Вот мы можем с мужем сидеть и говорить Смотри, Аделя, какая девчонка Там чуть ли не вот так вот И остановиться, посмотреть, ноги, все Он тебе говорит, ну ты даешь А я говорю, а и на мужчин точно так же, да, все Потому что красота Он может вместе с вами остановиться и разглядеть интересного мужчину И интересную Но девушек больше, чаще всего Но я всегда говорила, что Мне нравятся красивые душой Сильные, но добрые мужчины То есть, какова бы ни была физическая сила Сила и глупость Это зверь Всегда сильный человек Большой человек Он должен быть добрым Вот это, наверное Как-то я сказала в одном из интервью, что идеал мужчины Это мой отец Муж опять обиделся Я сказала, идеал мужчины мой отец А любимый мужчина, это мой сын И он сказал, а я Да, ну действительно А кто ваш муж, скажите? Человек Который все говорят О, он музыкант Я говорю, нет Но слух есть А так инженер-строитель ПГС Вот все Ну не знаю При всем уважении Он работает со мной То есть, знаете, он ездит со мной на гастроли Потому что я сказала, что это трудно Привела ему несколько примеров Показала людей Которые И по каким-то это Я говорю, ну ты же не считаешь, что Они это считают Это не же своего достоинства Когда такие люди Он находил отговорки Ну этот музыкант А это вот А это, говорю, ну а вот человек Который занимает такой пост И он рядом с своей женой И помогает там Идет с диском куда-то Неужели ты считаешь И ставишь себя выше этого человека Ну ладно И вот так с тех пор А потому что действительно Это очень То есть сейчас ваш супруг Ваш директор Я его так называю Но он очень стесняется Он не продюсер Он меня никуда не продает Он переговорами не занимается Но он директор Поэтому я его называю директор Он технический директор, да Значит, машина Самолет Гостиница Концерт во сколько Аппаратура Там звукорежиссер Вот вот это вся А ревность? Ну какая ревность Если 25 часов в сутки Я как-то пошутила И сказала Если, говорит В сутках есть 24 часа То 23 с половиной А деле рядом сайжан Они говорят А полчаса Ну хоть на туалет оставить Можно полчаса? То есть Раз уж мы заговорили о мужчинах Кто из политиков Вам нравится? Кто вам симпатичен? Вы же разбираетесь в мужчинах? Я разбираюсь в мужчинах Но могу не разбираться в политике Тогда нужно будет говорить о политике А этого очень сильно не хочу Я всегда считала Что человек должен быть свободным Художник должен быть свободным От политики От всех партий И всего этого Но так получилось Что в прошлом году Или позапрошлом Вот после того Как я ездила на поезде И пела мой Казахстан И все такие песни Оказалось Патриотические И оказалось Что их есть у меня Но самое интересное Что я это делала Совершенно бесплатно Может быть поэтому Да Но Айжан Нурмагомбетова Одна из тех певиц Которая очень часто И много На такой степени много Что была удостоена Национальной премии От Нжирек И которую можно найти В три часа Ночью И куда угодно Договориться Что завтра нужно петь В каком-то детском доме Просто мне был задан вопрос Айжанна Вы в какой партии состоите Я сказала Я нигде не состою Почему вы Не в партии Нуратан Я сказала Сколько партий существует Они сказали Вот столько-то Столько-то лет Я говорю Ну и как вы думаете Я говорю Нужных зовут А не нужные Приходят сами Если столько лет И меня не звали Зачем я там нужна Они говорят Ох ты Ну так получилось Что Наверное я так Нашла такой ответ Который они так Посмотрели И думаю И так получилось Что мне вручили Парт-билет Ну я подумала Думаю Наверное Я не самый последний человек Пусть хоть поздно Думают Да никогда Да пусть она будет нашей Наверное Но во всяком случае Я наверное Не представляю себе Какую-то пустышку Которой нужен Этот парт-билет Для того Чтобы только числиться Или говорить Я с вами Я здесь И галочку поставить Во всяком случае Я считаю себя Патриотом своей страны Я люблю свою страну И всегда говорила Как бы плохо ни было Как бы ни было Да это моя земля Это наша земля И я не смогла бы В отпуск могу съездить Но уехать куда-то Да я не смогу Вы так и не ответили На вопрос Кто из мужчин-политиков Вам симпатичен Ну как вы думаете Кого первого человека Какого из первых Первым в этом списке Я должна назвать Наверное Это Нурсултан Абишевич Почему наверное Ну потому что Вот вы так сказали Говорю Наверное же Это Нурсултан Абишевич В 2000 году Я посвятила даже Песню Когда ему исполнилось 60 лет Она называлась Алпас Арманасу Но к сожалению Вот я еще и в аварию попалась Легла Вот Ну а потом так Еще ни разу перед ним Эту песню мне Не пришлось петь И вот в 2010 году 70 лет Я думала Ну взяла Пошла И записала Сделала Житпас Арманасу Но я до сих пор Ее перед ним не пела Но пела перед Теми близкими его людьми И она Им понравилась И нравилась Но я пела еще В день его рождения Но это в концерте Но не перед А просто в концерте Вам хотелось бы Да? Ну как бы Вообще-то если я что-то делаю То я делаю От чистого сердца Без притворства Без этого Но вот еще говорят Я всегда говорю Почему-то вы туда не приезжаете Почему вы там не бываете Я всегда говорила У казахов есть хорошая пословица Шахаран жир дин хаума Шахар маран жир ебарма То есть никогда не просись туда Тебя не ждут Или тебя не зовут Но никогда не отказывайся от того Куда тебя приглашают От того места И поэтому я так живу И как-то я сказала Вообще-то у меня обыкновенная жизнь Я обыкновенная Чья-то мама Чья-то жена Чья-то снаха Чья-то дочка